Как стартовать в бизнесе по уже успешной модели? Как самому масштабировать бизнес? Эти вопросы для себя решили те ярославские предприниматели, которые работают с франшизами. Смотрите далее наш специальный репортаж про бизнес, созданный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На большой карте желтых точек уже 14. Две столицы – Москва и Минск. Город на юге Казахстана – Шимкент. Вот-вот появится еще одна метка на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В самой богатой стране Ближнего Востока тоже хотят зарабатывать по ярославскому рецепту. Если вы придумали классную идею, она зарабатывает деньги, то почему бы не продать эту идею предпринимателям по всей стране и за ее пределами. Юлия Самсоненко – владелец ярославской химчистки обуви. Два брата. Весьма успешно и большой спрос не только на услуги. Предприниматели уже почти со всего мира готовы платить за идею ее бизнеса. Нет, это не урок музыки. Так начинают читать в «Боби-клубе». В роли педагога сейчас его руководитель Наталья Сурина. В роли детей – журналисты. В Ярославле клуба уже четыре. Заниматься сюда приходят ребята более чем из 500 семей. Успех во многом связан с известным брендом. Впрочем, не только. Огромное количество людей, предпринимателей уже как бы прошли ваш путь. И они с вами делятся за деньги, по большому счету, да, теми канонами организационной какой-то структуры, понимания, какие материалы использовать, как вообще организовать весь бизнес-процесс. И тогда вы понимаете, что действительно, зачем вы будете, с одной стороны, где-то изобретать велосипед, с другой стороны, вы уже как взрослый человек понимаете, что зачем учиться на чужих ошибках, если вот у вас здесь, по большому счету, есть возможность взять и принять уже некий опыт других людей. Чтобы работать по правилам и пользоваться брендом, известной в стране сети детских клубов, Наталья Сурина платит деньги. Юлия Самсоненко, наоборот, за деньги делится секретами успеха своего бизнеса. По ее модели другие предприниматели открывают химчистки обуви под ярославским брендом. Иными словами, Наталья Сурина работает по франшизе. Юлия Самсоненко получает доход от ее продажи. Если говорить простым языком, то франшизный способ ведения бизнеса представляет собой аренду чужого бренда, чужого фирменного наименования, фирменного стиля. Вот это сама по себе конструкция приобретения права на чужие фирменные продукты. Она сформировалась достаточно недавно, ну, максимум 100-150 ей лет. Юлия Самсоненко в прошлом владелец популярного в Ярославле кафе-бара. Уже тогда предложений было много. Предприниматели хотели организовать бизнес в сфере общественного питания по ее правилам. Уже тогда Юлия Самсоненко могла зарабатывать от продажи франшизы. Мы не могли этого сделать, потому что бар очень такое достаточно большое, громоздкое, многокомпонентное было существо. И мы не понимали, каким образом это все описать, и каким образом передать вообще весь накопленный опыт и все, что делается. Соответственно, когда два года назад мы продали дудки, мы уже понимали, что мы хотим чуть-чуть облегчить сам формат. То есть мы уже готовы были к масштабированию бизнеса через франшизу. Но мы изначально ее создавали так, чтобы ее было удобно, скажем так, масштабировать, чтобы у нас была защищенная такая правовая позиция, и чтобы была концепция такая простая и окупаемая. Она не только руководитель преуспевающей сети детских клубов Наталья Сурина, еще и мама. Наверное, без второго не было бы и первого. Когда ее девочкам исполнилось два, всерьез задумывалась о развитии детей. Но подходящего детского клуба в Ярославле не нашла. Решила открыть. До этого в книге как раз попалась реклама франшизы одного из таких. Мне было интересно именно образование детей, именно социальная направленность, поскольку я вижу такую некую миссию, что в наших руках в том числе немножко изменить наше российское образование и подготовить детей к такому профессиям будущего. Для кого-то во франшизе какие-то другие нюансы всплывают более интересные. Поэтому если мы говорим о бизнесе по франшизе, то, конечно, необходимо понимать, какие цели, прежде всего, ставят предприниматели. Химчистка для обуви начиналась с проекта Александра Петрова. В 2016-м ее нынешний руководитель только закончил университет, работал переводчиком. Мечта о модели собственных кроссовок не давала покоя. Появились разработки, показал Юлия Самсоненко. Предприниматель предложила не выпускать обувь, а заняться ее химчисткой. Предприятий такого профиля в стране было немного. Через 2-3 месяца, после того, как мы начали, это в январе 2017-го года. То есть тогда был март, на тот момент мы только начинали, цены у нас были чуть ниже, потому что мы не совсем понимали экономику. И за март нам принесли больше 300 пар обуви. Работало всего 2 человека, и для нас это был просто огромный завал. То есть нам было негде хранить обувь, мы не успевали ее делать. Стало абсолютно очевидно, что нам нужно масштабировать это все, развивать как производственные мощности, технологические какие-то аспекты. Такие, увеличивать штат, так скажем. Для Натальи Исуриной прибыль не главная. Сверхдохода ее глупо не приносят. Свой проект она даже называет социальным. Занятие для детей от 8 месяцев до 7 лет. Участвовать могут и родители. Цель – развить у ребенка интеллект, сформировать навыки для жизни, разбудить интерес к познанию мира. Это методика Зайцева. Кубики разные по цвету, весу и наполнению. Каждый звучит по-своему. Николай Зайцев решил отойти от традиционной системы усвоения материала. Дети быстро утомляются и плохо запоминают. Упор сделал на зрительное восприятие, слух, осязание и тактильную память. Щупаете, смотрите, понимаете, что есть, существуют равные цвета. Клуб возьмут не любого педагога. Наталья Сурина строго следит, чтобы случайных людей не было. Каждый кандидат проходит отбор. Система работы с детьми тут авторская. Нарушать ее нельзя. Сеть-то одна. Заключается договор между правообладателем и предпринимателем, который получает доступ, ограниченный по времени, по сроку, как правило, к возможности использования фирменного наименования, фирменного стиля, фирменной рецептуры, фирменной расцветки и так далее и тому подобного настоящего правообладателя. Ну и поэтому принято говорить о том, что таким образом развивается некая сетевая концепция взаимодействия, когда есть один правообладатель и масса-масса-масса лиц, которые реализуют идею ведения бизнеса через такую франшизную схему. В этих стенах большое внимание мелочам. Интерьер далек от традиционного представления подобного рода предприятий. Попадаешь будто в музей обуви. Каких моделей тут только нет. Обстановка словно переносится из Ярославля куда-то в Европу. Но все-таки главное это качество работы. Специалисты проходят обучение. Что происходит в этом помещении клиенты обычно не видят. Тут тоже много обуви и, надо сказать, весьма дорогой. Эти кроссовки стоят 60 с лишним тысяч. Поэтому хозяин доверяет ухаживать за братьями. Только профессионалам. Сейчас инвесторы на самом деле ищут франшизы где-то до полутора миллионов. С окупаемостью в районе года полтора. И, соответственно, мы подходим. Мы не конкурируем с другими химчистками обуви. Мы конкурируем с другими франшизами вот в этом диапазоне. Не только мы там продали франшизу, передали им дизайн, проект, оборудование, обучили сотрудников. Мы их ведем. Нам очень важно вырастить с наших партнеров успешный состоявшийся бизнес. У клуба Натальи Суриной тоже есть куратор. Он подскажет и поможет. Есть и четко прописанные стандарты организации работы. Чтобы разрешили открыть детский клуб, пришлось выполнить более 300 требований. Если вы хотите что-то трансформировать и изменить, у вас есть возможность согласовать это с управляющей компанией и внести эти какие-то изменения. И по большому счету у нас в бэби-клубе, в зависимости от того, кто стоит у руля, в разных городах бэби-клубы все равно немножко разные. Да, сохраняется единая система, да, сохраняются наши методические пособия, материалы, очень четко прописанная структура уроков. Но вы понимаете, что вы немножечко можете варьировать какие-то вещи по организации праздников, по вариантам работы с нашими бэби-клубовцами. А есть очень такие жесткие стандартизированные франшизы, где некоторым людям будет очень сложно работать. Поэтому, наверное, выбирая франшизу, нужно всегда задумываться и знать в целом себя, то есть что тебе будет комфортно. Сейчас Юлия Самсоненко реализует еще один проект в сфере общественного питания – бар-музей Васи Ложкина. Идею уже купили в Казани представители крупной ресторанной группы. Я не думаю, что нужно изначально говорить о том, что я хочу делать бизнес по франшизе. То есть первоначально, конечно же, идет в основе всего бизнес-идея, которая классная. Ну, то есть как бы это рынок. Он может принять твою идею, может ее отвергнуть. Соответственно, если у тебя рынок ее уже изначально, скажем так, полюбил, то никаких, мне кажется, нет препятствий к тому, чтобы ее упаковать в франшизу, защитить и потом отправить в, скажем так, вопросы продажи туда вот, в космос запустить. Эксперты говорят, плюсы франшизы в том, что не нужно особо задумываться и вкладывать в идею для бизнеса. Думать, заинтересует потребителя или нет. Купленное бизнес-решение, как правило, уже проверено другими. Сегодня уже не так мало ярославских предпринимателей работают по чужой франшизе. Отдельным людям удалось из своего бизнеса сделать франшизу для других. Подтверждение тому наши предприниматели. К слову, Центр «Мой бизнес» Ярославской области в этом году провел серию бесплатных обучающих программ по работе с франшизами. Также предприниматели смогли бесплатно обучиться на такие сопутствующие и важные темы, как разработка бизнес-плана, стратегическое управление, маркетинг и другие. В целом, сегодня у предпринимателей немало возможностей и ресурсов, чтобы они создавали, развивали и расширяли свое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова